однажды я просто сидела и делала маникюр клеила накладные ногти и все у меня было хорошо но тут мне пришло сообщение сообщение в чате с моими друзьяшками я зашла посмотреть что же так возмутило нашу общественность и и действительно это было крайне возмутительно я достаточно сильно возмутилась вместе с ними я увидела маникюр средства личной гигиены маникюр насекомыми нечистотами я бы видала много разного и тогда-то я поняла что вы тоже должны прозреть и поэтому я возродила днище парад в этом днище параде будет подборка креативного маникюра настолько креативного что даже страшно будет что такое вообще днище парад днище парад хит парад чего-то настолько странного настолько креативного настолько запредельно неадекватного что просто хочется взять и показать. Страна просто должна знать своих героев, которые такое великолепие делают. Ладно, давайте, прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал. Тык, включай в себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Маленький, дружеский, небольшой от меня совет. Не кушайте. И не пейте во время просмотра этого видео. Не пейте. Никогда. Пить вредно. Кончайте, девочки, кончайте за мной, шати. Пятое место днища парада. Как вы знаете, 2К19 это год свиньи. Все уважающие маникюры, символ этого года дамочки уже давным-давно сделали маникюр, дабы ублажить символ данного года свиночку. Но если вы почему-то еще этого не сделали и свиночку не ублажили, в общем-то, проказники, почему вы все это еще не сделали? Я рекомендую вам ознакомиться со следующим маникюром, который как нельзя лучше подойдет к году свинохряка. Посмотрим. Субтитры добавил DimaTorzok Да, друзья мои, малыши-боросятки сосут молочко у мамы-свинки. Знаете вообще на самом деле каков полет фантазии? Ведь тут можно сделать не только свиночку, например, можно сделать собачку, можно сделать человеческую женщину и человеческих детей, а можно даже сделать пафосных киц. Вы только представьте себе, большая пафосная кица, а рядом много маленьких пафосных киц, и они сосут пафосно-кицовое молочко из пафосно-кицовой мамки. Маникюр, который я бы себе сделала. Или нет? После просмотра этого видео обязательно напишите в комментарии, какой из этих маникюров показался вам самым зашкварным, самым странным, самым просто самым. А какой маникюр ты бы себе сделала? Ну, то есть, если предположить ситуацию, что ты должна выбрать себе один маникюр, и обязательно его сделать. Вот какой бы ты себе сделала из того, что ты увидишь в дальнейшем? О, боже мой, боже мой. Четвертое место. Лучше и прекраснее, как и каждое последующее. А еще такой маникюр понравится каждому уважающему себя самцу. Потому что, как мы с вами знаем, женщины более зрелого возраста внушают нам, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Так вот, лайфхак и маникюр. Два в одном. Смотри. Музыка. 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 Если меня смотрят парни, то обязательно напишите, вы бы съели бутер с рук вашей возлюбленной, любимой девушки с рук, в прямом смысле слова. Представим, что здесь этот хлебушек. Как-то пошло получилось. А вы, девушки, ответьте, как вам такая идея совместить еду и ногти? Третье место. Сразу говорю, вы охренеете. Вы охренеете максимально. Недаром же это бронзовое место великолепного креативного маникюра. Если вы мечтаете о детках, буквально спите и видите малышей в своем животике, то этот маникюр для вас. Какая связь между детьми, мечтами о детях и маникюре? Вам, наверное, это не понравится, но смотрите. Спасибо, что хотя бы в этой баночке просто желтая водичка. Если верить тому, что они написали, а не анализы какие-то. Хотя, я уверена, что это могли быть анализы, они просто решили не до конца шокировать общественность. Следствие золотого водопада, как сказала бы моя подружка-тельняшка. Но, возможно, это действительно анализы. В общем, смотрите дальше. Ссаный маникюр, блин. Реально ссаный маникюр какой-то. Второе место днище парада маникюра Это шедевр Нет, там все шедевры были, но это отдельный шедевр Всем шедеврам шедевр Полет креативной мысли Неистовый приход гениальной музы Короче говоря, бегуди Знаете, о чем я подумала? Мне было бы очень интересно узнать реакцию Какой-нибудь школьной типичной такой учительности Если бы какая-нибудь девочка пришла с таким маникюром бы в школу Я бы была такой девочкой Я бы была Жаль, что я уже не в школе Первый раз в своей жизни я пожалела, что я не в школе Я бы сделала такой маникюр И да, кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм Если вы увидите что-то максимально странное Чтобы идеально подошло для рубрики днища парада Чего-то там Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм И кидайте мне все это добро в директ И первое место Золотое место Корону днища парада В этом выпуске получит Самый креативный, самый прекрасный Но главным образом Самый сексуальный маникюр Если вы по какой-то причине все еще находитесь Рядом с источником еды и воды Я рекомендую вам от этого отказаться Потому что этот маникюр не оставит вас равнодушными Да, ребята, это... Да, ребята, это буфера Из которых течет молочко Да Сказать мне больше нечего Кроме как задать мне один вопрос Снимать мне продолжение днища парада чего-то там Что ж, я не хочу с вами прощаться И надеюсь, что вы тоже не хотите со мной прощаться Поэтому посмотрите-ка первый выпуск днища парада Лайфхаков еще на тот момент И узнаете, с чего же все началось Наверняка вы хотя бы один раз в жизни смотрели видео про лайфхаки И наверняка вы иногда удивлялись Блин, что за фигня Почему это так тупо И вот сегодня именно об этом Чего это так тупо Мы и поговорим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому